итак ребята всем привет вы не удивляйтесь у нас сегодня коп да да коп на огороды вернулись но приехал я в гости к своей тетке и на огородах я всегда захожу постоянно здесь находки вот одна-две последнее время но все-таки выскакивают но они всегда ребята всегда этот огород чудо огород тем что на глубине полметра находится фундамент старинного дома именно с этого огорода у меня и началось хобби кладоискальтизма потому что здесь находки были зашквар именно когда копали картошку вот всегда были находки вот и здесь был найден большой золотой поповский крест к сожалению вам я его продемонстрировать не могу так как там история была неприятная крест оказался в личном пользу не у папа у нас дождик так что ребят не знаю насколько меня хватит потому что тучки у нас прям серьезные надеюсь сильно поливать не будет ну ладно начали продолжаем надеюсь скорейшая находка у нас не заставит долго ждать так что смотрим не переключаемся ну что ребята с почином этот огород меня всегда радует я уже изначально начале говорил прошелся туда чисто вообще обратно и на удивление на холме был сигнал чистый чистый не смотрите что я вообще в шоке от того что этот огород мне всегда дает всегда на этот раз царская трешка как я его раньше не поднял 1899 год вот это чума да я вообще знаете не просто восторге от того что монета крупная от того что я здесь постоянно подымаю монеты блин как я ее не мог раньше найти может быть просто так стояла раньше агород перепахивали несколько раз и перевернули и чистенький сигнал верховой прям верховой вот это да ничего себе я сам сам в шоке ладно находка хоть рядовая но я в шоке ладно идем дальше итак ребят на глубине около полметра был сигнал звонки просто настолько звонки что я решил копнуть и здесь на глубине пук досуда не достигает и не выворачивать вот этой хреновине много-много лет он звенит я его сейчас пытаюсь вроде как я не знаю похоже какая-то блин не знаю клеенка резина рубероид вот ну и здесь вот остатки знаете побелки красного кирпича на глубине я уже устал ее ковырять но цветной сигнал классный я не знаю что это смотрите вообще звонки 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 так звенит серебро а вот но не знаю клеенка с извинять не будет что такое не знаю может быть кровли еще но посмотрю дождитесь я обязательно вы выкопаю потому что этот сигнал настораживает в общем ребят выкопал я вот эту хрень не знаете такое сигнал как бы продолжался и из ямки даже не ямка ямина я в нее полностью погружаясь и вот достал вот лабуда блин железная были на звенела блин звонка звонка ладно ямку над присыпать как вы видите даже на огороде у меня привычка все за собой ямки у меня закопаны привычка осталось и я считаю что это привычка хорошая всегда за собой ямки закапывайте даже на огородах когда копают мне хозяева говорят можешь не закапывать но привычка на такая засыпал засыпал всегда за собой ямки причем смотрите я достиг такого слоя культурного слова между прочим это засыпка это засыпка больше полуметра находится культурный слой хотя здесь везде культурный слой если вам покажу смотреть кругом кругом валяется битый кирпич очень много битого кирпича даже есть вот такой вот сопутствующий материал это у нас горшочки керамические горшочки именно смотрите черного цвета а черный цвет это царизм царизм и горшочков здесь красного кирпича очень 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 много дом сам стоял вот здесь вот соседом я разговаривал нифига не разрешает на свой участок говорит все сам выкопает и вот этот пятак вот этот пятак здесь было самое большое количество медных монет но вон там он где у нас капуста это вообще был эпицентр шикарных находок там серебро было причем разные наземные даже австро-венгры попадались монеты вот в общем клочок этот этот очень хороших находок было здесь единичные случаи были здесь николашки вот и все здесь вот по мелочи сама масса находок вот именно в том эпицентре между прочим самая первая моя моя находка которую я сделал своей жизни ну то есть за восьмилетнюю карьеру именно была вот на этом участке так вот подошел к забору самая первая находка была вот здесь вот вот здесь вот вот здесь была пуговка орлянка в идеале в позолоте прямо идеально она у меня до сих пор в коллекции имеется может как-нибудь я еще с этой пуговкой поделюсь ай вот вот так вот походу здесь просто стоял барский дом потому что здесь находили огромный золотой крест поповский очень странно вот и были иконы вот и здесь может быть лужайка может ребятня здесь отдыхала веселилась играла в салочки вот больно особо здесь не копаю потому что у меня тетка здесь корову пасет но не знаю может быть сегодня и прогуляемся в общем вот такая вот железяка выпала насколько она ну килограмма полтора может два бросим может быть потом на металлолом сдадим вот но яму я сейчас присыпал и так ребят вот яма которую в только что вам показывал присыпал и дом-то оказывается как-то чё ты непонятный смотрите культурный слойка вон видите да здесь был вообще бы трактором бы весь огород бы снять на полметра вот тоже был звонкий сигнал хороший но к сожалению кровельное железо когда на ней очень сильный окислы вот ржавая окислившие железо может подавать хороший сигнал четкий сигнал но это вот бывает такая вот липа но такие сигнал все равно надо копать вот какая зверюга ребят у меня находка находка не столь интересное ничего важного вот это гильза пока распознать не могу ну скорее всего это может быть гильза от мосина так сожалению надпись какие то есть но вы их не увидите так же как и я но помимо находок смотрите чё я здесь еще нашел смотрите чё а клубничка клубничка такая вот вкусняшка до сих пор у нас имеется ну-ка посмотрим каждый грязинка есть доля витаминка вот еще вкусняшка летом-то меня не елась зверюга тебя как звать-то скажешь что-нибудь зверь зверь ну ладно может еще где клубничка попадется может кружок есть еще ну ладно продолжаем ну что ребят с огородом я закончил на выходе зацепил сигнал именно возле нашей капусты я вам говорил что здесь было очень много находок серебра здесь было бы забили вот именно вот на этом клочке и я знаете немножко ландшафт под подпорцев начал здесь вот прозванивать был сигнал глубокий кое-как зацепил думай дай как капну вот смотрите чего серебро серебро 15 копеек ребята 15 копеек ну в принципе нормальные бодрые 27 год хорошая тем что она без окислов вот такая вот монетка классная блять дождь идет усиливается ну ладно знаете сейчас что сделаю здесь вот был дом я сейчас похожу я правда здесь ходил не особо чего интересного было в свое время но была там находка образок поломанный может сейчас травка здесь вообще коробки съели все и здесь вот по брожу возле домов по улице авторитет я здесь какой-то заработал между между жителями вот они как бы меня знают я все культурно делаю с собой ямки закапываю никому не мешаю так что ладно посмотрим что будет итак ребята зашел я к своему соседу дяде коле который вместе со мной попал на телевидение на рн тв фрагмент кусочки я вам сейчас вставляю в общем сюжет связан с тем что жизнь такая пошла что стариков доверчивых обманывают и и вот именно мой фрагмент попал на телевидение быстро меняющиеся реальности и вот результат и ко мне обратился один дедушка посмотреть и оценить его монеты которые он недавно по своей глупости приобрел я уже могу с уверенностью сказать что это подделка дядь Коль вас нагрели вот ну к чему я я сейчас зашел к нему в гости у него за спиной а возможно и этот дом был постоял двором я в какой-то степени согласен потому что в полисаднике монет было очень очень много но сколько я подымал в первые разы когда приезжал сюда ну 20-30 монет за раз я подымал все в основном были советики ну сегодня посмотрим чем у нас здесь будет а дядя коля меня сам позвал пообщаться вот в общем фрагмент еще общение возможно перед уходом я конечно же вставлю может быть что интересно еще расскажет ну что ребята долгожданная находка огород полисадник вернее я уже заканчиваю и хорошо хорошо здесь поработал где-то в этом районе в этом месте я напрашивался взять коля два раза и вот сегодня третий раз вот она смотрите выпала крупная монета пятачок надеюсь хороший год тридцать седьмой ребята тридцать седьмой год сохранчик будет бодрый смотрите до тридцать седьмой год офигеть по моему если не ошибаюсь он хороших денег стоит тридцать седьмой год классно вы уже наверное стоимость данной монеты знаете а я еще нет но уже радуюсь потому что тридцать седьмой мне никогда еще не попадался ладно идем дальше ну да ребята я не ошибался не ошибался тут чем тем что монетка дорогая смотрите 5 копеек тридцать седьмой год 1200 вот такая вот монетка стоимостью 1000 рублей классно классно коп уже удался так ребят переключил я режим на режим глубинника и вот из такой в принципе глубокой ямки вытащил сигнальчик советскую монетку две копейки двадцать восьмой год вот так вот сохран просто огонь вообще сохранчик огонь сейчас я заново пробегу по всему огороду на этом режиме посмотрим что получится ну что ребят плоды не очень глубоко но все-таки монетка монетка советская по размеру двадцатка медная никелевая 50 какой-то год 55 вот такая монетка все-таки пропускал я раньше пропускал ну и прибор у меня тогда был не этот тогда у меня аська была макро рейсер а сейчас включил в режим глубинника и ногты уже поднял монетки идем дальше ну что ребят пробежались мы по небольшому участку наверное насколько 5 на 10 ну и достали несколько монет и это очень удивило поразило тем что все таки нашел чего-то я думал так одна может быть на край выскочит а выскочила несколько входил на двух режимах сначала с одним режимом одна монетка потом включил второй режим глубинник вот и еще выскочила 2 в общем пользуйтесь если есть режимы и вы уверены что на участке есть монеты пользуйтесь несколько режимов а также включайте несколько частот может частота еще поможет ну я уверен что здесь еще есть но когда уже спашут возможно монетки какие-то еще и вывернуться наизнанку и появится но сейчас что наверно будем отправляться домой хотя нет сейчас пообщаюсь с дядь коле ну что ребят зашли мы к дядь коле пообщались а это камера дядь коле камера да то есть я снимаю потом на канале выкладываю и вот сюжет по телевизору показали ну все ребят помогли мы дядь коле чем могли в общем дядь коле остался довольным в общем пойдем мы домой так что ладно дядь коле всего всего добра спасибо спирожки и так ребят на этом я буду заканчивать съездим и в гости в деревню супруга с теткой пообщались я же походил пару часов находки не особо чего такого интересное но в принципе пятачок трешка серебряная монетка пообщался взять коле помогли между прочим старику а то он мучается жутко у него проблемы были с телевизором и в общем я порешал проблемы и теперь ему не нужно вкладываться какие-то деньги даже он хотел покупать наушники дополнительные потом слуховой аппарат в общем устранил я эту вещь сэкономил старику денег и теперь он очень очень доволен в общем суть была в том что у него очень тихо было телевизор работал покупал наушники наушники не подходит потом хотел другие наушники покупать потом слуховой аппарат тоже вот а сейчас я прибавил на полную то есть заводские настройки все изменил и теперь вообще орет телевизор в общем пирожок мне даже угостил счет попили но прямую трансляцию беседы я в принципе не хочу потому что как бы знаете ну скромновато дед живет бедновато и не хочется показывать как живут в деревне старики удручающе конечно ну все равно беседа была приятная я всегда рад ему помочь чем могу посидеть чай попить ну а сейчас давайте находки покажу было было серьезная хорошая находка 5 копеек 37 года ну а по находкам ребята у нас получилось я считаю удачно 5 копеек 37 года самая первая находка 3 копейки 1899 год ну и серебро серебро всегда к дождю у дядь коля также поднял вот такую вещь не пойми чё здесь надпись 3 дзв вязал какой-то 57 била белой ков вот смотрите если кто владеет какой информации напишите напишите пожалуйста вот достаточно интересная даже не знаю чё это вилка что ли было лечо потому что наконец и вот смотрите видите конец какой-то непонятный но явно какой-то столовый предмет в общем как тут так вот все ребят на этом и все с деревни мы уезжаем все всем пока до новых встреч но и и Субтитры создавал DimaTorzok